Из показаний пленных офицеров 1944 год Наземная разведка пехотными дозорами Роты, батальоны или полки организовывают разведку самостоятельно Задача установить, где и как проходит передний край обороны Какими войсками он занят и их вооружение Реконосцировка местности Всем привет, меня зовут Сергей Локтин И в этом выпуске я расскажу вам про разведку в немецкой армии В период Второй мировой войны Дозор никогда не должен вступать в бой А лишь только разведывать Только в случае, если он будет застегнут врасплох противником Дозор принимает бой Ближняя разведка организуется на расстоянии не более 300 метров Разведотряд силу от 8 до 12 человек с автоматами и ручными гранатами Действует большей частью в ночное время или перед рассветом Приближаясь к окопам противника, все участники разведки ложатся и прислушиваются После чего следуют дальше По достижению окопа противника стремятся бесшумно снять часового Если он имеется в этом месте При захвате пленного отходят все участники поиска Дальняя разведка от 10 до 30 километров Как правило ведется конными или моточастями в составе от 15 до 20 человек на мотоциклах Как правило 5 машин Или на вездеходах с ручными пулеметами Целью такой разведки является установка наличия противника, его силы, нумерация Иногда такая разведка проводится с целью уточнения имеющихся данных воздушной разведки Также в немецкой армии была распространена силовая разведка Ведется как правило боеспособной ударной группой Силовая разведка организуется в составе взвода до 30 человек Вооружение всегда бывает особое Маскировочные костюмы, большое количество автоматов, ручных гранат, 1-2 ручных пулемета Для этой цели отбирают хороших солдат и офицеров Задание должно быть выполнено при любых условиях Большей частью ставится задача достать языка Конные и мотоциклетные взвода пехотных полков В первую очередь служат для цели разведки во время наступления или ее продвижения Вследствие длительного отступления с боями в течение многих месяцев Эти подразделения почти во всех полках уничтожены и существуют только в редких случаях Их задача состоит в том, чтобы защитить наступающие войска от внезапных нападений противника в стороне от пути их движения Разведать открытые фланги Выставлять постоянные дозоры на возвышенных точках местности Благодаря своей повышенной подвижности они включаются временами в организуемые передовые отряды Имели место чаще всего в 1941-1942 годах Также в немецкой армии были распространены разведывательные отряды дивизии Во время отступательных боев эти отряды часто вводились в бой как пехота И постепенно потеряли всякое значение Ныне в большинстве дивизий из остатков разведотрядов укомплектовываются физулерные батальоны Разведотряды получают задания только на время наступательных боев Они действуют самостоятельно на довольно большие расстояния и вооружены так, что могут вести бои против всех видов оружия Руководство и донесения передаются по радио Разведотряд должен постоянно сообщать штабу дивизии о движении противника, его силе и намерениях Посредством атаки с хода разведотряд должен обеспечивать непрерывность продвижения дивизии Если противник отступает без боя, то разведотряд входит в состав организуемого передового отряда Которому придают моторизированную артиллерию, штурмовые отряды, сапер и ПТО на самоходных лафетах Эти отряды часто возглавляются командиром дивизии В корпусах и высших соединениях не имеется органов, занимающихся активной наземной разведкой Они пользуются исключительно воздушной разведкой или шпионажем, так называемая пассивная разведка Также в немецкой армии в период Второй мировой войны имела место разведка посредством доверенных лиц и агентов Доверенные лиц состоят в большей части из жителей данной страны Которые из личных выгод или других особых причин в рождевное отношение к правительству поступили на службу в немецкую армию Фамилии этих лиц содержатся в строгой тайне и в войсках, включая и дивизию, не вступают с ними ни в какие отношения Они работают только с разведотделом, начиная от корпуса и выше И задания получают только от высших штабных офицеров Субтитры создавал DimaTorzok